Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Какие только потоки не льются в мою сторону, и приходится их все соединять в единое и неделимое, божественное и прекрасное. Поэтому и выхожу к вам с этим роликом. В нем будет все, и практика, и рассуждение, и наблюдение. Сами решайте, что вам больше подходит. Какие бы вы сайты не просматривали, или какие бы вы книги не читали, или какие бы вы ролики не смотрели, или какие бы практики не применяли, и в каких-либо курсах или семинарах не участвовали, все сводится к одному, для всех без исключения. Вашему личному расширению, вашей любви к себе, вашей эволюции. И тут один вопрос. Разрешишь ты себе пройти этот новый путь, или отложишь на потом? Но рано или поздно, тебе придется пройти этот путь собственного развития и собственного духовного пробуждения. И даже когда ты вступишь на этот путь, так сказать, поставишь галочку, то у тебя будет на каждом шагу этого пути два желания. Сдаться и прекратить, или продвигаться вперед. Несмотря ни на что. На этом канале много вопросов было задано, много комментариев было написано о том, что меня никто не понимает, или никто не слышит, или более того презирает и воюет против. Это все потому, что ты не такой, и общество бессознательных людей желало тебя вернуть в старое, или даже заставить силой соответствовать старым убеждениям, поддерживать старую матрицу, но ты каждый миг своей жизни выбирал быть ведомым душой. Ты выбирал быть живым, быть любящим и быть преданным своей божественной природе. И это и было. Движение, продвижение, квантовое сознание, скачки, прорыв, толчки, любые слова, все подходит. Так ты шел. И по пути встречал, по закону соответствия, таких же пробужденных и вспоминающих свой древний исходный код. И чем дальше ты шел, тем больше и больше твой исходный код сигналил тебе о твоей неповторимости, о твоей божественной природе и твоей природной светимости. Но ты пока здесь. Здесь, в этом хаотичном мире разных сознаний и разных потенциалов. Ты пока в этом котле всевозможных выражений индивидуальностей. И их разбег от самых высоких до самых низких. Поэтому, чтобы было больше внутреннего порядка, то кто уже понимает, что это моя позиция на все происходящее и что это на самом деле является самым ценным для каждого, то есть в моем самовыражении в данное время перемен будет как никогда честен с собой и выразить тебя самым прекрасным, самым светлым, самым гениальным и самым чистым и самым волшебным образом из своего божественного источника через свое творчество или сотворчество. Я понимаю, что это хорошо звучит. Даже красиво звучит. Но этот путь не такой, как его рисуют идеализирует. Это постоянное преодоление. Это постоянная корректировка самого себя. И как никогда ты видишь, где ты падаешь, где ты поднимаешься. И вот это тоже непростой момент наблюдать за собой. И это я сейчас говорю о внутреннем мире. Но я понимаю, что люди до сих пор продолжают смотреть на внешнюю картинку и считать ее самой главной. Я понимаю, что гибнут люди. Но скажите, что прикажете? Их оживлять? Гораздо тоньше, если вы поблагодарите их души и поможете им подняться в самые высокие сферы своей доброжелательности, своей верой в них, своей любовью к ним. И продолжите выражать себя из своей точности и из своей победоносности. Сейчас невыгодно вам лично фиксироваться на трагедиях. Дорогие друзья, а ведь было много возможностей избежать этих крайних мер бомбежки. И это было объединяющее чувство любви, наполняющее всю многомерную землю. Но вот незадача. Нашему линейному уму плохо понятно, что это за такая многомерность, как в ней жить. И даже те, кто уже вышли на свой путь и желают жить, желают любить и желают быть любимым, они тоже не понимают, как реализовать свою любовь здесь. Как позволить себе выйти из ограничений? Как позволить себе уйти от однобокой любви трех нижних чакр к любви мудрости четвертой чакры? А ведь так были близки к настройке канала бесконечности. Вторая, четвертая, шестая являются каналом бесконечности, вращающейся энергии по восьмерке и постоянном перетекании нисходящих и восходящих энергий. Я понимаю, что вы мне можете сейчас сказать, что нет школ света. Уважаемые, и не будет. Всегда, во все времена, революционные души собирались подпольно, скрыто от всего непробужденного общества, принявшего насилие как должное. История, видимо, мало учит. Собственный опыт куда весомее. Поэтому чему удивляться? Мы в данной ситуации, в этой данности находимся сейчас, потому что много было требований, много несостоятельности, много зажатости, много желания личного комфорта, жадности и ограниченности. Когда писали в комментариях на канале, что я иду по пути уже 30 лет, то меня это всегда настораживало. Во что играем? Причем здесь сколько лет вы идете по пути? Здесь не вопрос количества. Мы сейчас живем в мире качества. А если я вам сейчас скажу, что достаточно посмотреть кому-то один ролик, один, и он все сразу понимает, потому что его пакеты разворачиваются в его сердечной чакре, любви, мудрости. Просто он попал в ту точку, в то время и в то место. И все. Причем здесь 30-40 и больше лет. Поэтому я спрашиваю, во что играем? В собственную неповторимую игру для самого себя? Ну вот теперь все видно, все проявлено. И собственный эгоизм налицо. А где то, что для всех? Где слияние? Где благодарение? Где прощение? Где вера в других? Где вера в лучшую версию всего происходящего? Вот как вы думаете, почему создан этот ролик? Правильно. На пике необходимости создать огромный кристалл любви на всю планету Земля, на все человечество и наполнить его энергией первотворца Вселенной и активировать исходный код каждого человека и благодарение за жизнь и возможность активного творчества вместе со всеми. Я повторюсь, но до этого желательно трансмутировать фиолетовым пламенем все низкочастотные энергии со всех уровней многомерной планеты и со всего многомерного человечества. Если не желаете, конечно, продолжение падения в низкие частоты или продолжение войны или продолжение еще большего хаоса. Вот как вам нравится. Тут же все просто. Плохо всем, плохо вам. Все связано. Все одно. Теперь второй шаг. Создайте вокруг себя сферу и займите центральное место в ней и из этого центра действуйте. Творите. Творите вместе со всеми. Играть в цифры где и когда и во сколько уже поздно. Здесь и сейчас, в моем настоящем, я фармастрою вместе со всеми. Теперь сотворяем гораздо точнее. Как вы думаете, почему создан этот ролик? Правильно. На пике необходимости создать огромный кристалл любви на всю планету Земля и все человечество и наполнить его энергией первотворца Вселенной. Я прошу наполнить мой кристалл любви, кристалл всего человечества, кристалл всей планеты энергией любви, энергией первотворца Вселенной. И прошу активировать исходный код мой лично и изъя есть присутствие одно каждого человека. И я выражаю свое благодарение за жизнь и возможность активного творчества вместе со всеми. Следующий шаг. Приглашаем в индивидуальную сферу каждого пробужденного и каждого непробужденного Вселенскую энергию плазмы. Следующий шаг. Я прошу восстановить функции тела Космического Христа Алмазного Солнца. Если желаете, позволяем этому быть. То есть, ваша четвертая чакра наполняется энергией Космического Христа Алмазного Солнца. Этот вечный солнечный шаблон предназначен для управления естественными законами и механикой творения во Вселенной. Следующий шаг. Я прошу инициацию Космических часов Реучи. Следующий шаг. Я приглашаю массивную акваизумрудную передачу, исходящую из Космического Лона Святой Божественной Матери. Она передает совершенные протонные и нейтронные единицы сознания, которые несут в себе Божественное семя шаблона ДНК Алмазного Солнца. для ее органических Божественных Детей, посеянных по всему творению. Естественное потомство и те расы беженцев, которые согласуются регенерировать ДНК своего вида для органического вознесения, получат потенциалы свето-копии Махараты ее священной звуковой акваплазмы. Можно было бы сказать, что этого достаточно и предложить всем самим работать с семью частями недавно выложенной инициации космических часов. Здесь на канале YouTube Лора Шереметьева семь частей инициации космических часов. И под каждым роликом есть ссылка на текст, где вы его можете сами лично прочитать. И так есть эта ссылка в каждом ролике. Можно было бы сказать, с вами в активном творчестве на пике необходимости. Работайте сами. Посидела, подумала, снег в марте это очень показательно, на Земле много зажатости и мало любви, мало активного творчества. Зачем идти по этому пути 30 лет? Особенно тем, кто пришел после 2000 года на планету Земля. Зачем им это? Они уже пришли с программами любви и мудрости. И сейчас есть большая возможность как для древних душ, так и для молодых. Мощнейший рост души сейчас на планете и огромные возможности поверив в себя вы сдвигаете горы. Помощь сейчас идет огромная, возможности безграничные. Было бы ваше желание идти по пути и быть преданным себе. Можно было бы сказать играть с вами в сотворении и формировании прекрасного божественного мира здесь на Земле, хотя это и симуляция. Кто же вам даст играть с планетой? А вот теперь без косяков и легкомыслия, а в преданности к своей божественной природе и на бис самый подходящий момент для веры в себя и во все человечество. Вернитесь к ролику инициация космических часов и посмотрите внимательно, прослушайте, посмотрите, прочитайте все семь частей. И можно было бы опять сказать закончим нашу встречу. Но подумав, как я уже говорила, снег выпал в марте месяца, закончим нашу встречу все-таки слиянием внутреннего ребенка с новыми энергиями Божественной Матери. Позволим себе новый вдох от космической Божественной Матери. Вот впечатляющийся сразу, сейчас сразу поймет. Вдох от космической Божественной Матери и через ее призыв к своим детям, записанный в океанических потоках передач голубого пламени Махараты, она сжимает дальнейшее расширение внешних полей творения, притягивая их к своему космическому изумрудному сердцу. Космическая Мать приходит через точки Азуры Вселенской Матрицы Времени, открытые недавно воссоединившимися эоническими парами канторианских солнечных драконов основателей Кундарея. Космическая Мать находит наши духовные семьи, соответствующие шаблону ангельского человечества, чтобы мы были помещены в ее органическое лоно или защищенные свободные пространства в полях творения. Именно из пустоты или пространства святого присутствия мы входим в нее, чтобы алхимически преобразовать наши теневые части обратно в воскрешенных солнечных детей Христа, чтобы мы были помещены в правильные координаты положения, выровненные с космическими часами и могли вспомнить наших истинных божественных родителей, чтобы вернуться домой в божественные миры. исцеляя своего внутреннего ребенка, мы возвращаем себя к новым способам в игре, к новым способам в игре 3D, уже в своем могуществе и космической вере в себя. я бы даже сказала с новым божественным именем. Если все упростить до буквы, то просто любим себя и все в этом мире и во всех мирах божественной любовью. теперь уже более многогранном кристалле объединяющей любви. То есть мы позволили зайти в материнские новые частоты. поэтому наш кристалл стал более мощным, более сильным, более синхронизированным со своей будущей версией воскрешенных солнечных детей Христа. Со всем желающим жить в свете человечеством, чем спокойнее мы в эти времена, чем радостнее мы в эти времена, чем глубже погружаемся в свой внутренний мир, в свой внутренний источник, тем больше пользы мы принесем всем и в том числе себе. т т т т т т Продолжение следует...